Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 34 вопроса за два часа. О чем сказал губернатор Алтайского края во время прямой линии? Новогодний бизнес. Перед главным праздником в регионе усилили охрану хвойных пород от черных лесорубов. МИЦ в погонах. В Барнауле выбрали самую очаровательную леди налоговой службы. 23 темы и 34 вопроса. Эта прямая линия губернатора Виктора Томенко оказалась самой динамичной и продуктивной. Два часа в прямом эфире глава региона комментировал обращения жителей, связывался с главами районов и городов и в моменте раздавал поручения. И даже успел пообещать приехать на свадьбу к многодетной семье. Подробности у моих коллег. На два часа жизнь в Алтайском крае замерла. Виктор Томенко провел традиционную осеннюю прямую линию. В этот раз для губернатора прислали более шести с половиной тысяч вопросов. Главные темы прямых линий остаются неизменны. Школам нужен ремонт, селам нужны больницы, людям нужен газ. В следующем году еще в Ребрихинском районе поселки Белово и Клочки будут газифицированы. Ну и газ начнут получать уже жители. Там пока производственная сфера. В следующем, в 25-м году жители села Бочкари. В 26-м у нас 12 населенных пунктов Тюменцевского района начнут получать газ, где его не было никогда. Ну тут целый список. Значит, и станция Ребриха, Ребрихинского района, и Березовка, село Березовка, городского округа Барнау. В 27-м году Топчиха. И мы эту работу будем продолжать. Часто звучали актуальные темы. Одна из них – проблема с водоснабжением в Шапуновском районе, отчего людям отключают воду. Губернатор пообещал разобраться с вопросом и заняться поиском финансирования, чтобы обеспечить ремонт водопровода. С обращением против золотодобычи выступили жители Солонешного, глава региона на их стороне. Если есть нарушения, стоит поднять вопрос об отзыве лицензии. Из Михайловского района обратились с вопросом получения выплат за погибшего на СВО мужа, который не успел получить гражданство России. Губернатор поручил решить вопрос в пользу семьи военнослужащего. Несколько раз он связывался с главами муниципалитетов, например, по освещению улицы в Бийске. Мы постараемся в ближайшее время, до Нового года, этот вопрос решить. Ну, хорошо, хорошо, я все понял. В общем-то, просьба какая? Информируйте жителей об этой работе, и тогда будет меньше обращений на прямую линию. В Табунском районе ждут появления ФАПа. Отвечая на это обращение, Виктор Томенко сказал, что за последние пять лет в крае построили больше 80 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 2025-м в крае построят около 30 фапов и амбулаторий, а до 2030-го – почти сотню. Еще один год, где-то еще 30 фапов и амбулаторий мы еще новых построим. Там есть список. В 2025-й год. Значит, и до 2030-го года далее построим еще 99 фапов новых. Значит, их список, тех, которые будут меняться, можно будет посмотреть на сайте Министерства здравоохранения. Еще одна тема, на которую жители прислали немало вопросов – выплаты семьям, прожившим в браке 50 лет. Те, кто в браке больше полувека, интересуются, а как быть им? Эти семьи смогут написать заявление в течение первого полугодия. И я думаю, что на день семьи, любви и верности, 8 июля, всем им будет зачислена такая сумма. В режиме реального времени глава региона успел ответить на 34 вопроса – емко, без официоза, с юмором. Остальные обращения направят в профильные ведомства. Все просьбы будут отработаны. Ирина Корчегина, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Очень интересный вопрос, конечно. Тем временем, действующего главу города Вячеслава Франко попросили продолжить работу на своем посту. Такую просьбу выразил Совет женщин во время форума «Семья. Мама. Россия», который сегодня проходил в краевой столице. Вряд ли Вячеслав Генрихович сможет отказать женщинам. Уже через пару недель жители Алтайского края смогут купить праздничные деревья к Новому году. В этот раз регион подготовил 4000 елок для этих нужд. Однако на специализированных базарах не всегда бывают честно срубленные хвойные породы. Подробнее о противостоянии черным лесорубам и о том, насколько живые деревья сейчас востребованы, расскажем далее. Чуть больше месяца осталось до Нового года. Елочные базары откроются по всему городу в середине декабря. Алтайских зеленых красавиц для них начали запасать с ноября. В местах – заготовки древесины. Питомников у нас нет. С начала месяца Министерство природы края усилило охрану хвойных пород от черных лесорубов, которые незаконно добывают ели к празднику. До конца декабря на территории региона будут работать 32 мобильные группы. Как правило, зачастую фиксировались случаи в Залесском, Лесничестве, Тегунском. То есть там, где производится по большей части официальная заготовка елочек, там же зачастую действуют и черные лесорубы. За предыдущий год было установлено три факта, в ходе которых черные лесорубы заготовили 220 новогодних елочек. Ежегодно черные лесорубы причиняют ущерб лесному фонду примерно на 700 тысяч рублей. Притом речь лишь о тех, кто вырубает елки к празднику. Эксперты в целом отмечают снижение числа таких нарушителей. В этом году пока еще ни одного преступника не было замечено. Возможно, черные лесорубы наконец начали побаиваться наказания. Ведь за ущерб свыше 5 тысяч рублей грозит штраф до полумиллиона. Или вообще лишение свободы сроком на два года. Небольшая елочка диаметром где-то 12 сантиметров, это в среднем 5 тысяч рублей получается, ущерб насчитывается. Ну, плюс-минус опять же. В случае, если, допустим, черный лесоруб совершил рубку где-то на 3 тысячи рублей, это административная ответственность, которая предусмотрена статьей 8.28 Кодекса административных правонарушениях. Там штрафы от 3 до 4 тысяч рублей на гражданина. Не исключено, что хитрые лесорубы начали реже нарушать закон из-за снижения тренда на настоящие ели. Многие сейчас предпочитают искусственные новогодние деревья. Даже заготавливать живые елки для региона стали на 10% меньше прежнего. Жалко, когда деревья настоящие, что продают. Поэтому выбор за искусственную елку. А как вы еще собираетесь украшать дом? То есть, вот атмосфера праздника, как она создается у вас? Ну, шарики на елку повешаем, гирлянды на окна. Я, допустим, ставлю искусственную новогоднюю, балеты меня наряжают, ставлю нормальную. Все. Когда игрушками и снежочками, этим дождем закроешь, фонарики включишь, ну, все. Нет, лечил. А внуки не просят живую? Нет. Нет. Кошкам хорошо, они лезут за этими игрушками. Да, еще если взять аэрозольку, то будет вообще замечание. Натуральное, запах. А искусственное, красиво, что радует глаз. Да. А делайте выбор, пользу искусственное, я не знаю, может быть, из-за цены? Из-за экологии. Я очень человек экологически ответственный, подхожу. И мусор всегда около подъезда могу выкинуть из своего дома. Не брезгу этим. И считаю, что каждый должен, житель, ответственно относиться к этому. Споры о том, что же все-таки экологичнее, живая елка или многоразовое искусственное, до сих пор не прекращаются. С экономической точки зрения тоже не все однозначно. Цена на искусственное выросла на 10-20%. Во сколько обойдется традиционный вариант, узнаем совсем скоро. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И в продолжении новогодней темы. Стоимость красной икры в Алтайском крае превысила 8 тысяч рублей. В прошлом месяце средняя стоимость деликатеса по России составила 8 104 рубля за килограмм. На сегодняшний день самая доступная цена на икру в Удмуртии килограмм обойдется в районе 4 тысяч рублей. А вот самая дорогая икра в Крыму – 11 тысяч рублей за килограмм. Таким образом, можно сказать, что цены в Алтайском крае сравнимы со среднероссийскими и более-менее доступны для кого-то. Накануне Дня матери в Барнаульском городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов встретились с матерями солдатов. В этот день родственники погибших героев собрались за одним столом. Тему продолжит моя коллега Мария Костылева. Такие встречи накануне одной из самых душевных дат в календаре уже стали доброй традицией. Каждая из этих женщин – героиня, воспитавшая настоящего бойца, который отдал свою жизнь ради Отечества. День мамы мы проводим ежегодно. Мы собираем семьи мам погибших ребят наших. С удовольствием идут навстречу, потому что для родителей, потерявших своих детей, для них немаловажен факт общения. Чтобы она не закрылась, сидела в квартире и горевала одна или в доме где-то. Для них общение самое главное. Может быть, им и помощь-то никакая не нужна. Им надо общение. Они, наверное, в нас видят, своих сыновей. Сегодня за одним столом собрались семьи тех, кто воевал в Афганистане, на Кавказе и в зоне СВО. Сблизило горе, но такие встречи помогают. Кто-то даже обрел новых друзей. Фактически многие знают друг друга. Кто не знает, тут коммуникабельные, общительные люди знакомятся, делятся своими бытовыми новостями. И лучше, так скажем, сброс негативного стресса, которому постоянно приходится жить, не придумываешь. Постоянно и регулярно они к нам приходят. И за час качаем мы просто беседуем. Если есть какие-то проблемы, вникаем, стараемся помочь. Сегодня каждая мама получила открытку. Своими руками их сделали дети, школьники. Знак благодарности за материнский труд. От 8 до 10 операций. Так проходит рабочий день молодого хирурга Дмитрия Лебедева. Уже несколько лет он оперирует в Барнаульской детской больнице номер 7. Теперь здесь же работает его супруга Анастасия, которая свою первую лапароскопическую операцию выполнила под руководством Дмитрия. Насколько изменилась хирургия за последние годы? Чем детская хирургия отличается от взрослой? И за какие операции супруги готовы себя хвалить? Накануне российского дня хирурга узнала наша съемочная группа. Приходили через года полтора, наверное, после операции. Ну, ребенок уже прям набрал и весе набрал. Да, ну, все хорошо. То есть вот за это я себя похвалил тогда. Эту непростую операцию Дмитрий считает одной из лучших. Больше полугода кишечник ребенка был выведен наружу. Хирург Лебедев вернул его на место. Это если описывать не медицинскими терминами. Все прошло без осложнений. В больнице рядом с Дмитрием работает и супруга Анастасия. Она, в свою очередь, не может забыть ребенка с полным разрывом селезенки. К сожалению, не получилось это лапароскопически разрешить. Пришлось перейти на открытую лапаротомию. Вот, ну, честно, тогда я именно прочувствовала, что такое экстренная хирургия. Сегодня Дмитрий как раз наблюдает за работой Анастасии в операционной. Ей 25, ему 29. Познакомились на медицинской конференции. Поженились в День медика. Он стал для меня примером, учителем. Я всегда, когда смотрю на него в операционной, ну, это не передавать словами, когда ты видишь своего партнера в деле, как он работает, ты испытываешь гордость. Детская хирургия супругов затянула. Анастасия пока в ординатуре, Дмитрий делает по 8-10 сложных и не очень операций в день. Как-то особенно к проведению хирургического вмешательства не готовится. Да и приметы есть только перед дежурством. Ритуалы, наверное, есть больше связанные с дежурствами. То есть, я не знаю, выкинуть весь мусор из дома, чтобы дежурство прошло хорошо. В операционной есть свои тоже нюансы. Если, допустим, упали инструменты, обязательно постучать по полу, чтобы тоже, опять же, дежурство было хорошим. В супруге свое мастерство хирургов постоянно повышают. Дома обсуждают операции, говорят, ни разу не поругались, читают медицинскую литературу. Кстати, за последние 10 лет хирургия серьезно шагнула вперед. Сейчас больше отдается предпочтение лапароскопическим методикам, либо в урологии пневмовизикоскопическим, то есть это когда мы через внутри мочевого пузыря операция проводится, либо внутри брюшной полосы. То есть делаются маленькие проколы, вводится камера, и, собственно, все делается с помощью маленьких инструментов. Раньше это тоже было, но сейчас прям повсеместно. Такого рода операции легко проводят даже медики на втором году ординатуры. Вообще детская хирургия отличается от взрослой, прежде всего тем, что зрелому человеку не надо объяснять, для чего его везут в операционную. Здесь своя специфика. Необходимо найти не только общий язык с ребенком, но и с родителями. У всех операций есть какие-то небольшие проценты, как рецидивов, так и осложнений. Не то, что ругают, но недовольство, конечно, тоже присутствует, но очень мало. То есть стараемся, работаем. В основном это, конечно, благодарность. Дети – это самое ценное. И когда ты видишь, что они быстро выздоравливают, и после проведенной операции сразу же встают на ножки, ну это бесценно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В эти дни свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов России. Специально к этому дню наш телеканал провел онлайн-фотоконкурс «Леди ФНС». За звание самой красивой поборолись 13 сотрудниц краевого управления. Кто одержал победу, знает моя коллега Мария Костылева. Завоевать сердца не только тех, кто исправно платит налоги, но и хронических должников. Да запросто. Как оказалось, сотрудницы Алтайской налоговой инспекции являются не только профессионалами своего дела, но и настоящими красавицами. Каждый день они помогают десяткам граждан, разъясняют, как начисляется налог, что нужно внести в декларацию и сотни других важных вопросов. Я искренне уверен, что участие девушек в этом конкурсе, вообще то, что они вышли, может быть, так скажем, менее у какое-то пространство – это хороший, добрый шаг для того, чтобы показать нашим налогоплательщикам, какие мы красивые, какие мы добрые, какие мы хорошие. Выстраивание взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговой службой – это, наверное, такая важная достаточно задача. В онлайн-конкурсе на сайте Толка приняли участие 13 красавиц разного возраста – от 25 до 45 лет. Голосование длилось неделю. За это время коллеги, друзья, знакомые, родственники, да и просто посетители сайта определялись с выбором. Сотни просмотров, десятки тысяч голосов. В рейтинге самых-самых оказалась Анна Слюсарева. Так, за девушку отдали свои голоса почти 70% посетителей сетевого издания «Толк». Однако изначально Анна сомневалась, стоит ли участвовать. Если честно, были волнения, смысл такие, что участвовать, не участвовать. Но, скажу честно, родители настояли, сказали, попробуй себя. Подобный конкурс, да еще и на рабочем месте, для Анны первый опыт. Говорит, побеждать понравилось. В качестве приза девушка получила диплом и сертификат на процедуры красоты и здоровья. Остальных участниц также наградили сертификатами и цветами. Мария Костолева, Владислав Ковалев, День с толком. Самые красивые песни и стихи, самые нежные слова поздравлений прозвучали в ДК Барнаула накануне Дня Матери. Лучшие творческие коллективы краевой столицы подготовили свои музыкальные и танцевальные номера. В зале – виновницы торжества, известные жительницы города. Подробности в сюжете. В зале 700 человек. Многодетные мамочки, мамы и супруги участников СВО, волонтеры, руководители общественных организаций. И каждая из них заслуживает называться мамой с большой буквы. К примеру, Ольга Чиханадских руководит волонтерским движением, в котором насчитывается 3000 человек. Они своими руками делают специальные зонты, защищающие бойцов от беспилотников. Быть матерью – это великое счастье. Замечательно, когда есть дети, и в доме детский смех, и детская радость. И поэтому я желаю всем мамочкам, бабушкам большого здоровья. Здоровья для того, чтобы воспитывать детей, оказывать им в жизни какую-то помощь, поддержку. Мамы рядом в самых сложных ситуациях. Всегда готовы помочь и советам, и делам. Доброе мамино слово согреет в любой жизненный холод. Мама – это все. Это слова главы города, который поздравил женщин с их праздником. От администрации города, от депутатов Барновурской городской думы, на правах главы города, от всех мужчин города Барнову, от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, так держать. Вы – это все. Мы очень вас любим, дорожим, мы вам очень гордимся. Для мам в этот вечер были и самые красивые цветы, и самые трогательные песни и стихи. Творческие коллективы города подготовили лучшие танцевальные номера для всех мамочек Барнаула, в том числе и для своих мам. Для меня моя мама – это целая вселенная. Мы очень упорно готовились к этому концерту, ведь там сидит моя мама, и я со всей душой, все силы вкладываю, чтобы танцевать так, чтобы она была очень удивлена, и ей было очень для меня приятно. Многие выступавшие подчеркивали, что сейчас мамой быть особенно нелегко. Матерям, чьи дети исполняют свой воинский долг, желали, чтобы их любимые и сыновья вернулись домой, а также мирного неба над головой. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска. Барнаул начал постепенно готовиться к празднованию Нового года. Первую елку украсили в парке Изумрудном, прямо у главного входа. На ней появилась красочная гирлянда. Полноценно украшать ее, скорее всего, будут позже. Например, в прошлом году игрушки на дереве появились лишь в конце декабря. Что касается остального города, он тоже постепенно обрастает новогодними атрибутами. Предприниматели вешают украшения на двери магазинов, на некоторых муниципальных зданиях загораются поздравления. А уже 9 декабря на площади Сахарова начнут строить снежный городок. Поэтому, начиная с этой даты, она будет перекрыта вплоть до 19 января. И на этом у меня все новости. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. И на этом у меня все. До встречи в эфире. Продолжение следует...